Продолжение следует... По меркам курса довольно много. У нас все-таки 4 часа в неделю теории. По меркам информационным, конечно, все, что мы делаем в этих трех модулях, особенно двух последних, можно раскатать прямо на несколько больших курсов. В частности, сегодня довольно большой разговор, который, возможно, не влезет даже в одну лекцию. Я планирую, видимо, делать еще одну, который связан с тем, как организованы вообще дистрибутивы операционных систем, в частности, Linux. Вот. Значит, я не хочу делать эту лекцию чисто состоящей из бла-бла, потому что это уныло и в какой-то момент мозги поплывут. Но сначала будет некоторое количество бла-бла, уж извините. Значит, если со мной здороваются, можно написать приветствую. Вот. Значит, смотрите, какая штука. Для начала я прям дам определение дистрибутива. Дело в том, что этих определений на свете много, и они, в общем, сильно отличаются друг от друга, и надо понять, в каком смысловом поле мы с вами работаем. Для меня дистрибутив – это нечто, из чего можно поставить некоторый софт, причем, как правило, многокомпонентный софт, потому что ситуация «скачал программу, запустил, работает» – это, в общем, тоже, конечно, дистрибутив. Но тогда вся та проблематика, о которой мы сегодня будем говорить, она не осмысленна. Значит, это нечто для скачивания, установки и последующего использования и сопровождения некоторого многокомпонентного софта. Соответственно, когда мы говорим «нечто», я имею в виду именно это, что в понятие дистрибутив входит не только, скажем так, носитель, который мы получаем, ну, скажем, какая-нибудь флешечка, вот флешечка, тоже носитель, можно туда записать дистрибутив, что, собственно, у нас было предложено в одной из лекций. Вот, значит, фишка стоит в том, что вы это используете таким образом, чтобы можно было организовать, развернуть, настроить, начать использовать и начать сопровождать. Некоторый софт на компьютере. Вот. То есть, в моем представлении, дистрибутив – это такой кусок, такой носитель, вернее, такое наполнение для носителя, с которым можно все это сделать. Сразу, в этом смысле, дистрибутивами, например, является, ну, не знаю, там, дистрибутив-инсталлятор LibreOffice под Windows, да? Вот мы скачиваем с сайта LibreOffice.org здоровенный бинарник, или там MSI-ник, или XZ-ник, мы его запускаем, он ставится, это многокомпонентный софт, у него есть некоторые соглашения по обновлению, у него есть некоторые соглашения по тому, как внутри него, что работает. Вот, это дистрибутив. Скачали, установили, работаем, администрировали. Вот. Естественно, дистрибутивом является дистрибутив Linux, вот типа того, который мы поставили в виртуалочку. Дистрибутивом является, ну, например, дистрибутивом является штука под названием TechLiv, дистрибутив, которая приводит к установке и развертыванию издательской системы тех, здоровенной, тоже многокомпонентной, и администрированию, разумеется, ну, и так далее. Параллельно с вот этим определением, я бы так сказал, медиа-центричным, да? Это что-то, что мы скачиваем, устанавливаем, бла-бла-бла. Есть еще, так сказать, комьюнити-центричное определение, когда под словом дистрибутив подразумевается сразу не только и не столько, собственно, продукт, сколько сообщество, которое за этим дистрибутивом стоит, и ресурсы этого сообщества. Скажем, когда говорят слово, ну, скажем, Ubuntu, да, имеют в виду не один конкретный диск, тем более, что этих изводов Ubuntu много разных, да? А в первую очередь компанию Canonical, которая стоит за этим всем, да, репозитории пакетов для Ubuntu и так дальше. Вот. Или когда говорят, ну, не знаю, там, Gintu, да, вот Gintu Linux или Arch Linux, Arch, возможно, сегодня у нас всплывет, хотя нет, он всплывет в другой лекции на эту тему. Вот. Речь идет, в первую очередь, о людях, которые занимаются этим делом, об их ресурсах информационных, технологических и так далее, и во вторую очередь уже о том, о, собственно, какие там, не знаю, сборки для установки они делают. Да, вот типичный подход Debian'а называть сборкой, собственно, носитель, это вот то, что я называю, грубо говоря, дистрибутивом, а дистрибутивом в Debian'е называется то, что я называю репозиторией. Эта путаница не слишком критичная, как мы сейчас увидим из разговора в дальнейшем, но хотелось бы, чтобы меня понимали правильно, когда я говорю дистрибутив, я имею в виду, грубо говоря, конкретную сошку, записанную на конкретный носитель, что мы с него останемся. Таких дистрибутивов, скажем, в нашем сообществе несколько, вот, у компании Bazeltspo, которая сотрудничает с сообществом и отчасти, значит, помогает ему, в изредной степени помогает ему, я бы сказал так, есть свои дистрибутивы на базе того же самого репозитория, ну, в общем, дистрибутивы. Вот. Если говорить, что дистрибутив это такой комплект программного обеспечения, который можно установить, настроить, использовать и сопровождать, становится, да вы тролль, зачем создали так дистрибутивы, почему их не два, вы тролль. Кстати, вы сейчас увидите, зачем. Я надеюсь. Так вот, значит, когда возникает вопрос о подготовке дистрибутива, есть как бы две группы задач, которые ставятся перед теми людьми, которые самый дистрибутив делают перед сообществом и всякими другими людьми. Есть задачи, так сказать, внутреннего плана, то есть взаимодействия внутри, задачи обеспечения, обеспечения технологического и информационного взаимодействия внутри сообщества. И задачи, так сказать, внешнего плана, задачи обеспечения всего того же, технологического и информационного взаимодействия, активного сообщества с сообществом пользователей. В случае Linux дистрибутива это очень-очень плавное, перетекающее одно в другое множество людей. То есть реально нет такого критерия, по которому вы можете отличить пользователя Linux от участника разработки Linux. Практически нет. За очень небольшим исключением. Поэтому об этом мы поговорим не сегодня, просто потому что времени не хватит. Если поговорим, если хватит, но не сегодня. Но идея состоит именно в том, что, грубо говоря, если принимать мое определение, прежде чем выкатить этот самый блин, ну, извините за жаргон, образ, с которым можно ставиться, должна произойти какая-то работа внутри комьюнити. После того, как этот блин выкатывается, ну или не блин, должна произойти какая-то работа с теми людьми, которые в процессе участия не принимали или почти не принимали. Потому что разработчик, который занимается одним-двумя пакетами, он на самом деле пользователь всего дистрибутива. Всех 20 тысяч пакетов, которые в этом дистрибутиве есть. 10 тысяч, 5 тысяч, в зависимости от размера. В чем проблема внутреннего взаимодействия? В первую очередь, конечно, это обеспечение удобной, воспроизводимой, надежной разработки и сборки вот этих бинарных. А с другой стороны, да, во-первых, да, то есть, когда мы создаем программное обеспечение в рамках нашей дистрибуции, нашего вот этого вот будущего образа для подраспространения, наша задача как можно удачнее изготовить программный продукт к совместимой с требованием, прилагаемой к этому дистрибутиву. Вот. Значит, вторая задача, это интеграция всего этого софта, то есть проверка того, что все это вместе действительно образует настоящую, в нашем случае, если мы говорим про операционную систему, настоящую операционную систему, что там есть все, что нужно, что это то, что нужно друг другу не мешает, что если оно мешает, то соответствующие ошибки немедленно фиксятся. Вот. Короче говоря, сборка индивидуального, я сразу пропалюсь, скажу, пакета, да, и возможность объединения этих пакетов, собственно, в какой-то вот такой вот комплект, который, собственно, и станет потом дистрибутивом. Это как бы внутренняя часть. Внешняя часть стоит в том, что этот дистрибутив должен быть как-то доставлен до того компьютера, на который вы что-то устанавливаете. Дистрибутив, собственно, установлен, если это дистрибутив операционной системы, то возможно на голое железо, как мы это делали с виртуалочкой. Если это дистрибутив какого-то программного продукта, то значит внутрь какой-то операционной системы. Вот. И его потом надо будет сопровождать, то есть обновлять, уметь сообщать об ошибках, проверять, не попортилось ли. То есть вот такие вот вещи. То есть то, что должны делать пользователи, как? Если отвлечься от того, что дистрибьюшн, дистрибутив, это штука, связанная с операционными системами, а подумать о том, что в принципе дистрибьюшн по-английски это просто распространение, никакие из поставленных мной вопросов никуда не исчезают. Я приводил очень хороший пример. У меня был цикл лекций, сейчас покажу. Он назывался «Архитектура дистрибутивов Linux». В действительности про Linux там шла речь примерно половину всего разговора. Мне этот цикл, кстати, не понравился. Он уже наследовал жанр впихнем, непихиваемый. Но там как раз было, на мой взгляд, я сам для себя сформулировал несколько ценных мыслей, которые, в частности, говорят о том, что, например, наш телефон, скажем, с Android, это тоже такой вполне себе типичный дистрибутив. В том смысле, что все проблемы, задачи и инструменты их решения налицо. Существует развесистая структура, поддерживаемая Google, но не только Google, для того, чтобы разработчики программного обеспечения под этот дистрибутив умели быстро зарабатывать Android Studio. Существуют средства, обеспечивающие интеграцию того, что люди разрабатывают с той средой, в которой будет запускаться. Правда, эти средства специфические для Android, они не подразумевают интеграцию множества компонентов, разрабатываемых разных людей. Скорее, наоборот, они подразумевают некоторую изоляцию. Вы зарабатываете приложеньку, складываете ее в Google Apps, в Google Play и все. Но, тем не менее, это тоже в свое родо интеграция. Изоляция – это такое решение. Это внутренняя часть, а внешняя часть – это как происходит доставка, установка и сопровождение. Для доставки есть прекрасный Google Apps со всеми пирожками, очень удобный для конечного пользователя. Для установки существует специальный формат. Все приложения оформлены в специальном формате АПК. И в ваших устройствах есть установщик этого АПК, а также проверятель этого АПК, а также выдаватель различных прав. И сопровождение, которое потом происходит, оно сосредоточено уже на том, как пользователь собирается пользоваться установленной приложенькой. Например, какие права этой приложеньки выдавать, какие не выдавать. Для карманных устройств, содержащих индивидуальную информацию, это очень важно. Это, пожалуй, единственное, чем я занимаюсь довольно часто из административного плана. Ну и разумеется, обновление, удаление, вот это вот все. И это дистрибутив. Просто дистрибутив, решающий несколько иные задачи, чем тот, от которого сейчас пойдет речь. Потому что нас, напоминаю, в силу специфики курса архитектуры операционных систем, нынешнего модуля, интересуют именно операционные системы, дистрибутивы операционных систем. Тут надо еще немножко сказать бла-бла на этот раз про историю развития. Почему вообще понятие distribution, дистрибутив появилось и как? Когда деревья были маленькие, а компьютер большие, занимали целый зал, вообще говоря, понятия дистрибутива, разумеется, не было. Более того, не было такого четкого понятия, что вот, мол, есть какие-то программы, которые работают на компьютерах. В том смысле, что у вычислительной системы было hardware и software, программное обеспечение и, в смысле, аппаратное обеспечение и программное обеспечение. То есть идея была такая, что есть вот компьютер, он состоит из железа, и это железо утилизируется каким-то софтом. И все это как бы и есть компьютер. Компьютер – это софт плюс хард. Это довольно долго существовало. То есть, ну, допустим, 5 лет разработки компьютера, 5 лет разработки софтвера, 5 лет разработки hardware. Прямо под ним. Потом, во времена еще Unix, то есть в конце 60-х, начале 70-х годов, возникла и стала набирать популярность идея, ну, собственно, две идеи. Идея кроссплатформенности и вообще какой-то портабельности, что у нас есть операционная система, которая работает на нескольких компьютерах одновременно. Или у нас есть, что еще чаще, на нескольких архитектурах одновременно. Или что у нас есть, что еще чаще. Есть какой-то софт, написанный, скажем, на C. А C у нас вполне себе кроссплатформенный. И этот софт может быть собран и запущен на разных платформах принципиально. И здесь возникла необходимость доставки такой штуки. Если раньше к вам компьютер приезжал прямо с софтом, то теперь надо было этот софт как-то до вас доводить. Доводить, значит, надо будет обновлять, значит, надо уметь инсталлировать, деинсталлировать. То есть, все то, что раньше делали кудесники в белых халатах в момент разработки компьютера, стали делать пользователи этих компьютеров, которые на те поры тоже были кудесниками в белых халатах, разумеется. Но, по крайней мере, возникла необходимость передавать вот эти знания и умения по установке и сопровождению другим людям. Необходимость delivery, необходимость какого-то дипломента. Вот они. Здесь мы почти прыжком, мы, правда, вернемся к этой теме все равно, почти прыжком упоминаем вскользь о свободном лицензировании, потому что для рассказа про историю создания дистрибутивов важно тот факт, что, в принципе, свободное лицензирование и или лицензирование под какой-то лицензией драконовской, дурацкой, проприетарной, но разрешающей, это важно, разрешающей перераспространение, это и есть повод к тому, чтобы вообще можно было создавать такие сборники. Вот в поры моей юности можно было сходить на горбуху, купить там сюдю под названием «Все программы для Windows». «Все программы для Windows 3.11», допустим. И на этом сюдюке содержались все программы на Windows 3.11, абсолютно запераченные, взломанные, общей стоимостью, значит, несколько тысяч баксов, а то и больше, если их все посчитать, вот, которые обходились в 75 целковых рублей, ну, вот это вот все. И это в каком-то смысле дистрибутив, только а, лишенный всех тех бонусов, которые сейчас предоставляют нам инфраструктуру, собственно, создания дистрибутива, и б, вообще говоря, противозаконный, то есть, именно лицензионные ограничения не позволяют такие сборники, собственно, создавать. Они, кстати, до сих пор дожили какие-нибудь, не знаю, «Зверь DVD». Вот типичный дистрибутив. Ну, реальный дистрибутив, там, наполнен некоторыми технологиями, но абсолютно нелицензионный, противозаконный, и вот это все. Такие дела. Значит, это я говорил про, да, свободное лицензирование, то есть, как мы сейчас увидим дальше, реальное право на перераспространение программных продуктов, в том числе перераспространение измененных версий программных продуктов. Это и есть основание для того, чтобы ваш дистрибутив, как таковой, абсолютно легально находился в этих ваших интернетах, абсолютно легально распространялся. Вы могли совершенно легально привлечь к разработке кого угодно, кто хочет этим заниматься, вот, просто передав ему этот дистрибутив, а потом взяв у него обратно то, что он поправил. То есть, фактически, такая штука, как большая операционная система, оформленная в виде дистрибутива, это есть следствие как раз вот этой свободы распространения. Надо сказать, что в 80-е, 70-е, в 80-е годы были так называемые юникс войны, а в 70-е годы этим не заморачивался никто, то есть, люди в основном творили, так сказать, как ученые, и плоды их трудов, они воспринимались как научные труды, а не как коммерческий продукт, вот, а когда стало дело за этим, действительно возникли такие, так называемые юникс ворс, когда стали выяснять, кому принадлежит программный код, кто имеет право распространять его, кто не имеет, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, это в принципе очень сильно ударило по, собственно, развитию, поначалу это очень сильно ударило по развитию программного обеспечения, потом наоборот подстегнуло, потому что появились очень прибыльные бизнес-схемы по разработке проприторного софта, вот, но, в общем, это тема другого разговора, я сейчас про другое, поскольку свободное лицензирование разрешает редистрибуцию, постольку у вас получается целое огромное хранилище свободного софта, которое должно быть как-то протестировано, как-то протестировано на совместимость друг с другом, как-то оформлено, как-то обновляться и все остальное. Внезапно выясняется, что для поддержки такого хранилища нужна какая-то инфраструктурная и организационная работа, то есть какое-то специальное программное и технологические штуки, чтобы это работало, какие-то ресурсы, какие-то усилия людей, какие-то совместные действия. На это все в историческом плане наложилось стремительное развитие этих ваших интернетов, грубо говоря, в начале 90-х в Советском Союзе или в России нарождающейся с интернетом было все очень плохо, диалап, вот это все, а в конце уже в общем по большому счету связанность интернета к началу нулевых, где как, в регионах, может быть, к середине нулевых, связанность интернета стала практически полной, то есть из любой точки мира, в любую точку мира, с возможно некоторой скидкой на скорость или пропускную способность канала можно попасть. И это открыло очень широкие возможности по совместной разработке программных продуктов тех людей, которые раньше об этом не помышляли, либо раньше держалось на каком-то фанатизме, то есть люди там встречались на конференции, друг к другу передавали ленточки с исходным кодом программных продуктов, то если это раньше было так, то сейчас git push, git commit, git clone и как бы все со всеми связаны, все все могут. это же идея неодновременной или так скажем идея доставки, идея delivery в любой момент эксплуатируется ну например в том же в том же в тех же смартфонах для доставки приложений в тот момент когда вам это захочется. Эта же идея собственно коснулась операционных систем примерно в те же поры потому что если раньше операционные системы ну например операционные системы семейства bsd состоялись так называемым core и это прям большой такой диск который прям разрабатывается одной командой и дополнительных пакетов то в случае линукса вообще все дополнительные пакеты ядро пакет там базовый элиты пакет shell пакет другой shell пакет все пакет то есть возможность такого оперативного обновления до установки программного обеспечения обеспечения привлог к тому что сама структура организации стала очень очень модульной то есть в случае опять же видов дистрибутива ваши все программные продукты оформлены в виде так называемых пакетов про пакеты мы сегодня поговорим я надеюсь успеем ну и вообще вот такой тренд уже последнего десятилетия это так называемый роллинг накатывающиеся обновления когда в принципе нет понятия вот операционная система версии 1 а через два года выйдет операционная система версии 2 вот на самом деле не так у вас есть много-много компонентов эти компоненты обновляются каждый в свое время и если в комьюнити вашем достаточно дисциплины для проверки того насколько обновленный компонент ничего не ломает причем под дисциплиной я имею ввиду как дисциплина в смысле усилия ответственности людей которые за это отвечают так и технологическая дисциплина то есть какие-то роботы которые проверяют насколько вообще новая сборка новой софтины качественная ничего не ломает и так дальше было бы у нас время я про это тоже поговорил но к сожалению пока его тоже нет вот и тут мы как бы наступаем на такой тренд уже совсем современный который состоит в том что чем стандартнее ваше окружение в котором вы что-то запускаете или чем оно неизменнее тут вопрос вопрос сложный то есть стандарт описан или стандарт зафиксирован прибит гвоздями короче говоря чем более предсказуемое то окружение в которое попадает ваш софт тем меньше необходимости делать какую-то развесистую 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 интеграционное тестирование для особенно в общем нишевого или не очень большого программного продукта и такой программный продукт может быть сам по себе оформлен как мини-дистрибутив который внезапно заработает опять-таки во всех этих ваших линусах ну или почти во всех то есть мы как бы колесо истории проворачивается и отчасти мы возвращаемся для каких-то юзерских приложений возвращаемся к некоторым истокам когда программное обеспечение обеспечение поставлялось само по себе в отрыве от дистрибутива в отрыве от всего вот разумеется это относится на сегодняшний день по большей части к сложным и достаточно далеким от понятия операционной системы приложений там видеоредакторы какие-нибудь 3D редакторы из таких больших вещей там какая-нибудь ну короче вот к таким вещам это относится да а к компонентам операционной системы чем ближе то та софтина к понятию операционной системы вот в виде цветочка который рисовал да тем значит больше шансов что она будет вот в этом в эту игру с пакетами и репозиториями игры маленькое отступление на тему свободного лицензирования если будет время я сделаю отдельную большую лекцию потому что свободное лицензирование открытая разработка динамическая иерархия комьюнити это прям целая лекция а то и две вот но поскольку это нас касается только по диагонали это касается нас в том смысле почему почему линус дистрибутивно организованы так вот то имеет смысл провести маленький ликбез относительно свободного лицензирования и свободного программного обеспечения вот большой повторяю отдельная тема значит маленький ликбез состоит в следующем свободное у понятия свободное программное обеспечение есть обеспечение есть определение очень четкое вот оно это легальное определение причем оно легальное и на территории скажем Российской Федерации вот и в большинстве юрисдикций во всем мире вот некоторые государства типа Дании Франции еще каких-то вообще как бы ставят ну вводят это в правовое поле как не как свойство какого-то программного продукта а как некое свойство ну общественно значимое вот ну это уже другой разговор главное что это есть четкое определение что свободная лицензия это лицензия такая же как несвободная в том смысле что свободная по лицензирована и это собственно главная задача изобретения свободных лицензий капитан очевидность подсказывает что свободная лицензия является лицензией вот значит ну собственно мне кажется хватит эгитировать в том смысле что это именно так вот в целом у свободной лицензии есть очень короткое определение это такое соглашение с вами которое дает вам 4 права право номер 0 это право использовать софт без каких-либо ограничений если это не связано с уголовкой ну не знаю софт который все взрывает наверное использовать нельзя но не потому что это софт а потому что он все взрывает использовать без ограничений значит все вот это рефрен без ограничений второе изучать как этот софт устроен и вносить в него изменения тоже без ограничений в нашем случае, как правило это требует доступа к исходному коду но в принципе есть такие системы программированные где понятия исходного кода нету допустим, смолтолка какой-нибудь но и тем не менее право номер два это право распространения вот этого программного обеспечения тоже безо всяких ограничений это очень важное право на базе которого составляются репозитории как таковые в этом месте можно было бы остановиться тогда бы это был не свободный софт а так называемый свободно распространяемый в том смысле, что как раз репозиторий создать можно, хранилище а вот что-то в этом хранилище улучшать, поправлять и изменять пока еще нельзя и чтобы можно было в этом хранилище так сказать, делать улучшение и доводить комплект программного обеспечения до какого-то идеала есть еще свобода номер три которая вам говорит, что вы можете распространять не только вот тот софт, который получили но и тот, который вы модернизировали то есть, если вы вносите в изменение в исходный код полученный продукт вы тоже можете распространять безо всяких ограничений четыре пункта с нулевого по третий право использовать право изучать право распространять право распространять измененные версии эти 4 пункта описывают так называемую разрешительную лицензию свободную, коих на свете тоже очень много вот у нее есть один дробэк один неприятный момент, который в общем скажем так он такой слегка эта лицензия делась в расчете на идеальных людей, у которых значит которые понимают, что если они берут свободный софт то все, что они с ним делают и никому не показывают это бессмысленная работа, потому что завтра выйдет новая версия этого свободного софта и то, что они сделали, непонятно как туда засунуть и соответственно эти сознательные люди все изменения, которые они делают, они их публикуют но в принципе под разрешительной лицензией, получая исходный код вы имеете право никому не показывать то, что вы сделали, более того делать из него несвободный и распространять код уже бинарники несвободные имеете право разрешить на лицензии вам дает такое право и мы знаем массу примеров самый успешный пример это операционная система macOS X ядро, которое сделано из ядра операционной системы FreeBSD с очень большим количеством модификаций разумеется, непубликуемых и юзерспейс, который не связан с графикой тоже сделан из FreeBSD что в общем это не хорошо и не плохо просто я говорю, что такая модель есть и она успешна вот значит что касаемо этого, этой проблемы то если вы хотите делать бизнес на open source подобно, скажем, нашей конторе базальту нашему то было бы очень неплохо заручиться такой такой штукой которая гарантирует вам что изменение внесенный, грубо говоря, вашим конкурентам в исходный код свободный как только он начнет с вами конкурировать и распространять вот эти изменения что эти изменения будут опубликованы и это собственно так называемый капилевт то есть четвертый пункт ну он пятый по счету пункт номер четыре это не свобода, а ограничение оно никак не ограничивает вот первые четыре пункта но оно говорит о том это ограничение на лицензирование это не ограничение на код ограничение на лицензирование называемое капилевтом говорит вам о том нам о том что когда вы получаете на руки исходный код под капилевтной лицензией вы можете делать чего хотите с ним смотри первые четыре свободы но когда вы будете распространять производный код ваше решение сделанное на его основе ваша лицензия должна быть не хуже в смысле она должна гарантировать вот эти четыре права Вот если ваша лицензия гарантирует эти четыре права, окей, вы имеете право распространять дальше. Если не гарантирует, вы нырешаете капилет. Такая вот штука, из-за которой тоже идут нескончаемые последние 20 лет войны среди разных людей, и поэтому мы тоже это дело пропустим. Вот, просто чтобы было понятно, значит, типичный представитель капилефтной лицензии это ГБЛ. Давайте его просто найдем здесь, вот так вот. Вот, GNU General Public License. Типичный представитель капилефтной лицензии. Собственно, автор капилефта Ричард Столлман, автор этой же лицензии. Полный текст ее большой, отнюдь не такой, как наши 5 пунктов. Вот, смотрите туда. Значит, есть еще типичный представитель разрешительной лицензии. Это лицензия BSD. Сейчас мы найдем ее тут. Или ей подобное. Это операционная система, а нам нужна лицензия. Вот. О! Вот, пожалуйста, BSD Lensens. Типичный представитель. Такие дела. Смотрите, вы не можете отменить капилефт. Что делает капилефт? Капилефт говорит, что вы получаете лицензию на условиях капилефта. То есть, у вас в ней 5 пунктов, да? 4 свободы и ограничения. Та лицензия, под которую вы будете распространять ваш продукт дальше, должна включать все эти 5 пунктов. 4 свободы и ограничения. Мне кажется, дать еще больше свободы, чем те 4, которые указаны в примиссивной лицензии, нельзя. А вот эта штука, она всего лишь запрещает вам ограничивать будущего пользователя в правах. Еще есть MIT, еще есть этот самый Mozilla. Их, 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 их овер до хрена лицензий. Я про это рассказывать сейчас не буду. У нас, на самом деле, есть другая задача, и я хочу успеть ее решить. На этом мы делаем стоп со свободными лицензиями. Повторяю, будет желание, сделаем отдельный большой разговор, в том числе про открытую разработку и про все вот это. А мы сейчас сосредоточимся на технологической стороне, которая, собственно, из этого следует. Итак, мы договорились о том, что свободное распространение делает возможным составление сборников, хранилищ таких. А свободное лицензирование делает возможным дотачивание этих сборников, то есть модернизацию, улучшение, обновление и так далее, со стороны произвольных людей, любых людей, которым это нужно. Вот эти любые люди, которым нужно, чтобы программа работала, и они могут сделать так, чтобы она заработала хорошо, как раз и составляют свое общество вокруг типичного open-source дистрибутива. Вот. О структуре сообщества поговорим потом. Понятное дело, что там есть так называемое ядро, то есть активные разработчики, дальше, значит, просто разработчики, почти не разработчики, пользователи. Вот, как я уже говорил, градация не жесткая. Главная идея, что весь наш свободный софт, из которого формируется дистрибутив операционной системы, складывается в некое хранилище или репозиторий. Он легален. Еще одна фишка с репозиторием связана с тем, что если вы действительно хотите, чтобы ваша программа хорошо работала в рамках какой-то операционной системы, то пользоваться инструментами, которые предлагает вам сообщество по сборке этой программы, по тестированию, по задействованию свойств каких-то других программ из вашей программы и так дальше, гораздо удобнее, если вы признаете те дисциплины разработки, которые предлагает сообщество, чем нежели, если вы их не признаете и где-то там в одиночку, в уголке что-то делаете. Вот. То есть делать что-то в составе дистрибутива удобнее, чем вне его. С этим большинство разработчиков не согласны, которые пилят специальный софт, но это понятно. Поэтому всегда есть разделение ролей. Есть как бы то, что называется upstream на жаргоне, то есть ребята, которые делают какой-то продукт, ну скажем, ну не знаю, LibreOffice. Вот. И есть монтейнер этого LibreOffice в данном сообществе. Человек, который собирает вот этот весь LibreOffice, оформляет его в бинарном виде, оформляет его в виде пакета, то есть компонента репозитория, компонента операционной системы, и в таком виде, значит, складывает в хранилище, вот, имея в качестве бонуса интеграционное тестирование, тестирование на качество сборки, ну всякое такое. Вот. Таким образом, когда вы работаете с конкретным репозиторием, вы должны хорошо себе понимать, что такое пакет в данном репозитории, его формат. Вот. Что такое репозиторий не в смысле сообщества, а в смысле, как он организован технологически. Вот. Как устроена доставка пакетов, и как устроена установка этих самых пакетов. Это все свойства, которые для себя определило сообщество. Соответственно, эти свойства выражены в технологиях, есть установщики пакетов, менеджеры репозиторий, вот это все. Про это, кстати, сейчас будет разговор. При этих условиях круг задач, который решает сообщество в рамках репозитория, грубо говоря, описывается так. Нам нужно поддерживать сам репозиторий. Это довольно большой объем. Это довольно быстрое обновление. Несколько пакетов в день обновляются в репозитории. Это довольно хитрый, хитрая задача по обеспечению хорошей интеграции, проверке обеспечения, проверке, не ломает ли каждый следующий пакет несколько предыдущих. Вот. Это первая задача, да? Сопровождение самого репозитория. Технологическое и, как бы сказать, административное. Вторая задача, это как сделать удобным сопровождение одного конкретного пакета. То есть не просто берем и собираем, а с помощью каких-то дополнительных инструментов, каких-то специальных технологий, которые есть у комьюнити, а индивидуальных довольно тяжело получить. Ну, например, проверка того, не поломается ли все пакеты от того, что вы поставите с собой. Вот. И очень важная часть сообщества – это поддержка информационного пространства. Опять-таки, как технологическое, так и, собственно, контентное. Чтобы было место, где можно почитать, где можно посмотреть, у кого можно спросить. В этом смысле социальная сеть тоже нужна. Чтобы были какие-то тематические места, где обсуждаются определенные вопросы. То есть, ну, такое. Такие дела. Значит, вот. На этом мое бла-бла, я надеюсь, закончилось. И мы переходим к небольшой практической части. Может быть, большой. Посмотрим, сколько времени хватит. Которая, собственно, состоит в том, чтобы… А где тут у меня мой виртулбоксик? Вот. Значит, да. Просьба номер один. Прежде чем делать какие-то жесткие эксперименты со своими компьютерами, вернее, со своими установленными операционными системами, не поленитесь, сделайте снапшот. Не поленитесь, сделайте снапшот. Ну, ладно, даже вот так будет. Если вы вдруг все поломаете, вы всегда можете на этот снапшот потом откатиться. Это очень важное свойство современных движков виртуальных машин. Вот. Такие дела. Значит, пока это грузится, давайте я еще чуть-чуть бла-бла, но совсем мелкого. Итак, единицей программного обеспечения, обеспечения в рамках одного дистрибутива является так называемый пакет. Пакет – это не приложение. Пакет – это не программа. Это вообще не одно что-то такое, что вы можете увидеть на диске. Как правило, пакет состоит из множества файлов. Если это пакет с, скажем, программным продуктом, то да, в его состав должна входить и программа какая-то. Если это пакет, скажем, с библиотекой, то программа там может не быть, а может быть библиотека. А возможно, это вообще пакет, отвязанный от архитектуры, в котором лежат, ну не знаю, документация. Идея пакета состоит в том, что его можно поставить и удалить. Пакет – это просто компонент вашей операционной системы. Поставил – удалил. Вот. Сейчас давайте тогда сходим на… Вот. Чтобы было понятно в различных… Это, я думаю, понятно из моего предыдущего разговора. В различных сообществах, которые делают различные дистрибутивы, значит, мнение относительно того, что такое пакет… Ну, никак, не мнение. Принятые договоренности относительно того, что такое пакет, в общем, весьма различны. Вот. На сегодняшний день видов пакетов есть, ну, грубо говоря, три различных больших технологии и порядка десятка маленьких. То есть, в разных… Чем меньше сообщества, тем менее известны технологии все. Вот. В сообществе Alkit-Linux и, соответственно, в дистрибутивах сообщества и компании «Базальт-СПО» используется… Вот, кстати, вот это про пакеты, то, что тут внизу вылезло. Но я это не успею показать. Используется установщик и удалятель пакетов, который называется RPM – Red Hat Package Manager. Это здоровенная штука, в задачу которой входит установить программный продукт, удалить программный продукт, обновить из файла, ну, в смысле, да, из пакета. Вот. И сделать кое-какие сопутствующие действия, о которых сейчас разговор как раз будет идти. Значит, вообще говоря, изначальная идея пакета в Linux очень и очень простая. Помните лекцию про стандартную иерархию файла систем, так называемый FHS, вот, который тут упомянулся. Значит, по идее, пакет – это просто архив, в который мы запаковываем все нужные файлы, а потом мы их распаковываем. И когда мы их распаковываем, бинарники попадут в USR BIM, библиотеки в USR LIB, документация в USR ShariDoc и так дальше, и тому подобное. То есть, в этом смысле, как бы, как бы, классическая стандартизованная файловая система, ну, POSIX-образная, да, и Linux-образная, очень сильно упрощает, очень сильно упрощает понятие того, а что, собственно, такое пакет с его содержимым. Это просто архив. Вот. Просто да непросто. Давайте мы попробуем зайти куда-нибудь. Это придется сделать прямо в виртуалочке. Что, памяти виртуалки не хватило? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что еще за? Да-дах. Воу, слушайте. Первый раз такое вижу. Удивительное дело. Что-то я сделал с виртуалкой, значит, в прошлый раз. Какая, какая позаруха. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что ему не нравится. Так. И что делать? Я, конечно, могу, я, конечно, могу это проделать не в виртуалке. Ну, кстати. Хорошо, посмотрим, когда дойдем до семинара, посмотрим, в чем там проблема. Я, в принципе, могу это сделать и на своей родной машине. Не вижу особой разницы. Просто у меня больше пакетов будет установлен. Хорошо. Значит, идем куда-нибудь на... куда-нибудь вот сюда. Вот. Это, значит, у нас сайт сообщества, который... на котором публикуются очередные сборки очередных пакетов. Вот. Но нам, кстати, нужно даже не сюда, а куда-то вот сюда. Во. Значит, тут я пользуюсь своими тайными знаниями о том, как выглядит, как выглядит формат хранилища репозитория как раз. Вот. Да. Вот это вот, допустим, список некоторых пакетов. В частности, это пакеты архитектурно-зависимые для архитектуры 486-64 для нашего дистрибутива. Вот. Их много, как видите. Ну, реально много. Вот. Сейчас попробуем что-нибудь скачать и попытаться установить. Не факт, что получится. Что-нибудь такое. Вот это что такое. Какой-то яд. А-а-а. Яд у меня стоит. Моя пара... Ну... Значит, вот у нас есть некий пакет под названием яд. Да? Попробуем его установить. Кстати, может получиться случайно. Это был юзер или это был нью-юзер? Извините. Это был нью-юзер. Вот не надо было мне... Надо было мне в прошлый раз пользователям Смотрите. Пакет сейчас установится. Я зря его скачал. То есть мы взяли, скачали пакет, положили его в файл. И теперь значит установщик пакет в РПМ и минус и это install его устанавливает. Вот. Ну давайте заодно посмотрим, что это такое. Сейчас он его установит. Вот. Он маленький, просто виртуалочка медленная. Как видите, ничего не произошло. На самом деле ничего не произошло означает, что пакет установился. Вот. Давайте сначала проверим тезис о том, что пакет это архив. Ну, написано, что это РПМ. Но мне кажется, что если мы скажем вот так вот. А, даже не так. Мы можем сказать вот так. РПМ ЦПО ядр. Дело в том, что формат архива, он, помимо того, что РПМ это архив, РПМ это еще много чего, и поэтому мы сейчас этим заниматься не будем. Вот. да, но зато, смотрите, ЦПО ИТВ минус И большое О точка ЦПО. Извините, я наизусть эти ключи знаю, не поясняю, что значит. И это значит копировать из архива куда-то, Т это значит не копировать, а просто показать, В это значит вербосс, А И большое значит использовать файл. Вот, пожалуйста, вот содержимое пакета ядр. Оно состоит из бинарника, еще одного бинарника, десктоп файла, это то, что нам заполняет меню вот это. Кстати, если я его установил, он где-то тут должен быть уже. Вот он. Вот. Документация, иконок, переводов, и так называемого манпейджа, да, ну так называемый, манпейджа, который тоже манпейдж. Вот он. Что это за яд такой? Ну давайте попробуем его запустить. А, я вспомнил, что это такое, это штука, которая может рисовать разные диалоговые окошки прямо из шелла, то есть вы хотите запустить там, не знаю, ColorChooser, вы запускаете ColorChooser, и он возвращает цвет, который выбрали. Хотите запустить там, не знаю, список, запускаете ли, захотите запустить на, не знаю, там, прогресс бар, который показывает прогресс какой-то другой выдачи. Ну вот для этого нужный этот самый яд. Итак, пакет это архив, мы его скачиваем, устанавливаем с помощью установщика, и все хорошо. Все да не все. Потому что, помимо того, что это архив, мы, например, хотим его удалить. Как установить, распаковать архив, понятно. Как удалить все, что содержалось в архиве. Ну, варианта два. Либо этот архив иметь под рукой и просто удалить все эти файлы. Либо наш установщик, наш RPM будет хранить специальную базу данных, где он отфиксирует, где он отфиксирует, из каких пакетов состоял этот архив, ну, из каких файлов состоял этот архив. и когда мы скажем RPM-E, например, Ян, он его удалит. То есть, уровень первый архив, уровень второй регистрация и какие-то, значит, отслеживания содержимого файла в системе. На этом же уровне, на самом деле, мы можем, ну, допустим, проверить integrity, проверить цельность содержимого всех файлов в этом архиве, в этом пакете, потому что, мало ли что, вдруг там какой-нибудь злоумышленник подменит один бинарник на другой, вот, или еще что-то, или у вас просто диск настолько посыпался, что, значит, у вас вместо этого шум лежит. Вот. Для этого есть инструмент, который называется минус-минус verify, и, кстати сказать, если запустить этот самый rpm verify, то он выдаст довольно много таких нарушений цельности, в том смысле, что некоторые пакеты после установки, например, сам модифицируются, подсовывают файл. Вот, например, ядро было изменено, у него изменились права доступа. Да, вот, например, файлы, которые формально входят в состав ядра, тоже были изменены, вот, потому что при установке ядра вот эти карты были перегенерированы, и у них изменилась контрольная сумма, обратите внимание, на буквочку 5, да, это значит, что md5 у них изменился. Понятно почему, когда мы делали стартовый виртуальный диск, эти файлы были поменены. Ну, и так дальше. Вот. Кстати, и это все легально, да, то есть, вот такие изменения, такая проверка нам говорит, что, показывает, что что-то изменилось легально. Гораздо хуже ситуация, когда, ну, уже остановись. Остановись уже. Спасибо. Вот, а, вот смотрите, да, конфиг файл изменился. Полное право имеет измениться конфиг файл. Права доступа изменились на вот эти два бинарника. Это понятно почему, потому что есть разные режимы работы системы. Ну, давайте посмотрим, кстати. Вот сейчас у нас программу ADD могут запускать все. А иногда это программа запуска запуска других программ по расписанию. А иногда можно запретить это делать. Вот. И тогда будут другие права доступа. И по умолчанию похоже они другие, судя по тому, что я вижу здесь написано, что изменилось. Дальше больше. Когда мы ставим какой-то пакет, если он достаточно хитрый, помимо того, что нужно развернуть архив внутри файловой системы, разложить его по полочкам, иногда нужно запустить дополнительные действия. Например, когда вы ставите пакет, ну, скажем, базу данных, надо инициализировать. Или, например, когда вы устанавливаете пакет с какой-то службы, нужно завести соответствующего системного пользователя. А когда вы удаляете, то пользователя нужно удалить. Ну, что-то такого сорта. Давайте попробуем. О! Вот, пожалуйста, я как в воду глядел. вот есть сервис Авахи, который предназначен для анонсирования системных служб и еще кое-что там. Этот сервис Авахи, когда устанавливается, преинсталл скрипт, создает группу под названием подчеркивание Авахи, создает пользователь под названием подчеркивание Авахи, создает псевдопользователь, понятно, это системный пользователь, с правами которого будет запущен Авахи Демон, это не пользователь, с которым обычные люди логиниться. Вот, прям создает пользователя. Это перед тем, как установить пакет. Почему? Потому что в момент установки пакета будет заведен уже контент из этого, содержимое этого пакета, и там будут права доступа, собственность, как это, хозяин этих файлов будет как раз вот этот сверхзаведенный пользователь Авахи. Поэтому это преинстал перед тем, как установить сам пакет. Postinstall script postinstall script устроен таким образом, что он, если, например, у нас обновление идет, а что такое обновление? Это удалить старый пакет, поставить новый. Так вот, если идет обновление, по-хорошему надо перезапустить тот сервис, который обновляется, если он работает. И вот этот conrestart, как мы помним с прошлой лекции, это как раз команда перезапустить сервис, если он работает. Вот. Заодно там что-то проверить. Вот они проверяют, есть ли сервис под названием message bus. Ну и, наконец, pre-uninstall, да, а вот это вот post-service и pre-un-service, это какие-то стандартные действия, нужные для проверки того, можно ли в принципе демон с таким-то сервисом останавливать или, в смысле, запускать или удалить. Такие дела. То есть, помимо того, что пакет ставится в систему, разворачиваясь как архив, помимо того, что он регистрируется, мы еще проверяем, выполняем некоторые дополнительные специфические для пакета действия, вот, которые надо приложить к этому же пакету. И montainer это, собственно, и делает. Вот пример таких действий. Помимо действий специфических для пакета, есть еще так называемые триггеры. Что это такое? Ну, предположим, мы ставим пакет, вот этот яд, да, где он там был? А, и мы его удалили. Давайте его поставим обратно. Вот. Предположим, мы поставили этот пакет яд, он в числе прочего в числе прочего является дисктопной программой. Эта дисктопная программа приезжает с так называемыми дисктоп-файлами. Вот они. Ну, в данном случае один. Что такое дисктоп-файл? Давайте на него посмотрим. Это описатель нашего, нашего, да, иди туда. Вот. Это описатель нашего программного продукта на разных языках, в котором написано, какая у него иконка, откуда он запускается, вот это вот все. Это другой, это YACON Browser, ну, неважно. Да? Это брозер иконы. Наличие этого дисктоп-файла должно привести к тому, что он появится в меню у нас. Вот он. Нет? Да. Почему вдруг наличие дисктоп-файла там приводит к наличию соответствующего иконки приложения в меню? Вообще говоря, не очевидно. Есть некоторые стандарты, относительно которых есть договоренность, что прямо вот оттуда туда берется, но, в принципе, было бы неплохо оповещать подсистему, которая ведает менюшками пользовательскими, что появился новый дисктоп-файл. И это необязательно делать скриптом под управлением обычного пользователя, ну, в смысле, со стороны мантейнера, необязательно делать скриптом в каждом пакете, потому что тот факт, что дисктоп-файл есть, как раз и означает, что его надо включить в меню. Вот это называется триггер. Есть файл, надо запустить обновление менюшек. Или есть ман, надо запустить обновление системных страниц, чтобы вот такая команда работала, системных страниц документации. Что делает команда пропой яд? Она ищет слово яд в названии пакета и коротком его описании в специальном индексе. Этот индекс каждый раз, когда вы ставите новый пакет с маном, должен обновляться. Это тоже триггер. Наличие файла в каталоге ман, в данном случае манман1, приводит к тому, что обновляется вот этот триггер. я уже сказал про то, что составляется таблица файлов, из которых состоит наш файл, потому что мы, например, захотим его удалить. Есть еще одна идея, связанная с тем, еще одна идея, связанная с тем, зачем надо регистрировать все файлы, с которых состоит пакет. Некоторые файлы имеют право изменяться, например, конфигурационный файл, который изменяет администратор. Вот поставили сервер, понастраивали его, поняли, что вам сегодня этот сервер не нужен и удалили его. Что происходит при этом с файлом настроек, который вы изменили? Если вы не меняли, понятно, можно этот файл настроек удалить и когда в следующий раз поставите, поставится тот же самый. Если вы изменили, то файл, помещенный как конфигурационный, не удаляется, а переименовывается типа старт. Это нужно ровно для того, чтобы когда вы передумаете, поставите обратно, у вас вот эта отредактированная копия была. Такая же фигня происходит при обновлении. У вас есть пакет с конфигурационным файлом, вы этот конфигурационный файл отредактировали, обновляете пакет и приезжает новый конфигурационный файл, неравный старому нередактированному. У вас есть три как бы получается файла. Старый, новый и отредактированный вами. Значит, кстати сказать, есть такие пакетные менеджеры, например, используемые в DBA DPCG, в полисе которого входит обязанность мантейнера обеспечить обновление автоматическое. То есть вот в этом случае пакет поставлен с помощью DPCG применит все ваши изменения к новому файлу. В RPM такой полиси нету и, соответственно, там будет просто два рядом файла, один старый, другой новый и вы, админ, пожалуйста, сливайте. Еще очень важный момент, это, собственно, зависимости, про которых сейчас я надеюсь рассказать по зависимости где-то это было. Да? Вот. Сейчас я постараюсь скачать пакет, который у нас не поставится с помощью RPM. И мы перейдем к понятию репозиторий и на этом, собственно, закончим. вот простейший, простейший, простейший программочка. Вот мы ее скачаем. Давайте попробуем ее поставить. Вдруг не поставится. Я надеюсь, что не поставится. Во! Значит, смотрите, что говорит нам RPM. RPM нам говорит, дорогой дрюк, вот этот программ, который ты хочешь поставить, требует двух вещей. Она требует библиотеки LibQtCore, которая предоставляет вот такой набор символов. Вот эта адова последовательность букв, это на самом деле слегка заархивированный набор функций, которые должны присутствовать в библиотеке LibQtCore. Просто в развернутом виде этот набор будет очень большой, его упаковали. Вот. Нам не интересны конкретные буквки вот здесь, нам интересно вот это слово. А еще нам нужны LibQtGui, которые будут предоставлять вот такой набор символов. Считайте это такой расширенной версией. Опять же, когда я говорю символы, я имею в виду имена функций и глобальных переменных внутри библиотеки. Вот. Это так называемая зависимость на библиотеку. Мы должны догадаться, какой пакет содержит эту библиотеку. Я думаю, что LibQtCore. Мы должны догадаться, какой пакет содержит вторую библиотеку и поставить эти пакеты тоже, скачать и поставить. Я вангон, что когда мы будем ставить, эти пакеты захотят, чтобы для работы им нужны еще другие пакеты. Это понятие зависимости. Зависимость бывает нескольких видов, не обязательно она только на библиотеке. Зависимость бывает на другие пакеты, для функционирования одного пакета должен существовать другой, на просто файлы, что для того, чтобы ваш пакет работал, должен быть какой-нибудь файл, пускай его кто-то проводит, пускай кто-то с собой принесет и так дальше. Фактически в этих ваших линуксах весь набор пакетов это такой граф в идеале ориентированный, но на самом деле не всегда. Должен быть ориентированный. Это такой граф пакетов в зависимости от них других пакетов. То есть для того, чтобы поставить нужный пакет, нам нужно поставить также все его зависимости. Для того, чтобы обновить нужный пакет, нам нужно обновить также все его зависимости, если они обновились. И с этой задачей установщик типа RPM не справляется, потому что не справляется, потому потому что потому что бекоз. Почему он с ним не справляется, кстати, я зря сказал потому что бекоз. Он с ним не справляется по той простой причине, что о репозиториях, о хранилищах RPM не знает ничего. Для того, чтобы RPM что-то знал о хранилищах, его нужно дописать как минимум в два раза больше сделать, потому что нам нужен инструмент, который умеет обращаться к различным хранилищам, скачивать оттуда индексы, строить дерево зависимости, определять какой пакет в хранилище оказался новее, чем тот пакет в нашей системе, уметь скачивать эти пакеты неизвестно откуда, тут-то я их в броузере скачал, а он должен сам уметь, уметь простраивать дерево обновления, короче говоря, и потом только вызывать установщик, который этим заниматься. Вместо того, чтобы дописывать один пакетный менеджер такой штукой, традиционно в дистрибутивах делается другой продукт, который называется диспетчер пакетов, в комьюнити AltLinux используется такой же, как в Ubuntu и, ну, похожий, как в Ubuntu и DBA, который называется APT, Advanced Packed Tool. Вот Advanced Packed Tool это инструмент, который работает с хранилищами, умеет определять их содержимое, строить дерево зависимости, определять, что нужно для удаления или установки дополнительно поставить, умеет скачивать и скачавши умеет вызывать РПМ для установки. В случае DBA вызывается не РПМ и ДПКГ, другой пакетный менеджер. Да, значит, диспетчер пакетов в AltLinux APT установщик пакетов РПМ. Тут существует некоторая путница, которая состоит в том, что РПМ это Red Hat Package менеджер, а я менеджером, точнее диспетчером называю APT. Ну вот давайте слово менеджер вообще выкинем и будем говорить об РПМ и ДПКГ как об установщике удалятеля пакетов, а об APT или ЮМИ или ДНФ как это делается в Федоре в Red Hat как о диспетчере. Диспетчер работает с хранилищами, а отдельный установщик работает прямо с файлами. Диспетчер управляется файлом, в котором написаны все имеющиеся хранилища. Вот если мы скажем APT.repa запустим, вот нам перечислят, вот пожалуйста, да, значит три хранилища в данном случае задействованы, хранилища для пакетов x86-64, хранилища для тех пакетов, которые умеют собираться только под E586 или нужны для сборки под E586, такое подмножество пакетов под E586-ю архитектуру, и хранилища пакетов, которые вообще не зависят от архитектуры, это документация, скрипты на скриптовых языках, картинки, вот это все. Три хранилища подцеплены. Мы можем, например, сказать ему эти хранилища удалить. А, нет, не так. Давайте мы посмотрим другое. Давайте мы посмотрим, откуда берется эта настройка. Значит, они берутся из файла etc.apte source.list, только их там нет. Потому что на самом деле мы имеем дело с типичной .d схемой, описанной мы в прошлый раз. Есть каталог .list.d, где этих файлов несколько больше. Вот это описание хранилища альтового, которое на ftp.lut.40 лежит, но мы используем меру от Яндекса. Как нетрудно догадаться, решеточки означают комментарий и, соответственно, все эти хранилища отсутствуют. А отсутствие решеточек означает, что вот это значимые строки. Соответственно, apt.repa выдал ровно вот это. Мы, кстати, можем сказать ему таки да удалить все румы. И теперь у нас apt.repa не покажет ничего. Правда, если мы скажем минус А, он нам покажет содержимое всех этих файлов. Вот. Ну, можно его обратно сказать apt.repa set. И вот здесь мы должны сказать, какой конкретно вид хранилища мы используем. Обратите внимание, что это, к сожалению, сегодня мы просто не усмеем об этом поговорить много, но у каждого сообщества есть несколько хранилищ, где они держат пакеты разной степени готовности. Вот у дебяна их, по-моему, 4. У сообщества Альклинах их всего два. Отчасти по причине того, что роль на хранилище достаточно высоконадежное, а еще менее надежного хранилища у нас просто нету. Идут разговоры о том, чтобы завести, называть его не Сизифус, а Прометеус, но нет. И хранилище, с которым изготавливаются дистрибутивы, оно называется платформой. Вот это девятая платформа, слово P9 в данном случае и означает имя хранилища. Если мы скажем вот так, то теперь у нас опять появится вот. другие другие здесь оно закомментировано осталось, а здесь раскомментировано. Но это в общем неважно. Дальше что мы делаем? Дальше мы обновляем содержимое нашего апд гет че? Апдейт апдейт обновляем содержимое кэша. Значит утилита апдгет работает с сторонним репозиторием в DBI она сокращена до просто слова art. Видите, что она делает? Она заходит ровно туда, куда я сейчас заходил при вас в броузере, скачивает оттуда индексы, строит дерево пакетов. Вот, видите? building dependency 3. Все. Теперь мы говорим apt get install. Как там у нас пакет назывался-то? Ой, сейчас отстань. назывался он забыл alsamixer qt4. Вот. Что при этом произойдет? apt-get поищет по кэшу, который он только что создал, скачав его с репозитори, такое название, найдет его и скажет, что для работы этого пакета нужно еще еще три установить дополнительно. Видите? Он их все скачает, а потом все установит. Вот он их все скачивает. и вот он все устанавливает. Давай, 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 давай. Сейчас как раз вот смотрите, хорошо видно, что пакеты уже распакованы, а какая-то бурная деятельность на диске происходит. И это запускаются постустановочные скрипты, которые генерируют документацию, регистрируют этот AlceMixer в качестве приложеньки с иконкой и так дальше. Вот они это сделали. Ну вот теперь он есть где-то, его можно даже запустить, наверное. Сейчас. Вот он. Вот. это просто утилитка для определения громкости, пора заканчивать уже. Вот. Абсолютно такая же история с обновлением и с удалением пакета. Давайте его удалим. Причем удалим не его, а удалим, например, вот эту вот библиотеку. Если мы попробуем ее удалить прямо так, с помощью RPM, он скажет не, ребят, смотрите, у тебя есть вот такая фигня и без нее она не удалится. Хорошо, давайте удалим с помощью apt-get remove вот эту самую. Нет, не эту. Что мы хотели удалить? Любку Т4, кора. Обратите внимание, что он нужен сразу двум пакетам и альцамиксеру и липку Т4 ГУИ. Поэтому нам RPM отказался его удалить. А apts умеет, потому что он умеет определять все дерево. Вот, пожалуйста, он сейчас спросит, спросит, надо ли не надо. Я тут случайно два раза на enter нажал. Вот он спросил, не надо, я сказал yes, и он все удалил. Обратите внимание, что он удалил не все, потому что остался пакет Т4 common, так называемый лист. Вот. Абсолютно нет времени, поэтому пока что оставим эту тему, если кому интересно, я потом расскажу. Идея стоит в том, что универсального решения, как удалить все четыре пакета, после того, как ты установил их, все четыре, нет. В принципе, есть такая штука, как... А, я не установил нужного пакета. Короче, в DPI, но и в Aldrinx тоже. Есть такая штука, как удаление тех пакетов, которые были установлены по зависимости, а не напрямую. И тогда бы нам удалилось еще и QT4 common, потому что он был установлен просто потому, что он был нужен для кого-то. Проблема стоит в том, что если ставить так называемый мета-пакет, это просто сборник из других пакетов, ради того, чтобы не писать, поставить 100-500 пакетов, то понятное дело, что они все ставятся по зависимости, и там начинается мутная вещь. Я так тороплюсь, потому что мне нужно показать еще одну штуку важную. Значит, вот мы сказали getUpdate. Ну, в данном случае ничего не получилось. А вот сейчас мы сделаем обновление системы. Что это такое? Что такое distUpgrade? DistUpgrade это приведение системы в такое состояние, чтобы она содержала только все свежие пакеты в тех репозиториях, на которые смотрит наш диспетчер пакетов. Если для этого нужно что-то удалить, если что-то доставить, доставить. Во! Довольно обширную вещь. Видите? Он вот эти пакеты будет обновлять, вот эти пакеты будет удалять. вот. Ну, хорошо. Вот. Обратите внимание на ситуацию, когда вам предлагают удалять пакеты при distUpgrade. Это важная вещь. Если вы делаете не слово distUpgrade, а просто апгрейд, то ваши обновления будут устроены частично. Вам не будут обновляться те пакеты, для обновления которых нужно что-то удалять. И работать это все не будет вообще. В какой-то момент ваша система пройдется в тыкву, потому что у вас будет конгломерат пакетов из разных состояний хранилища, которые никто никогда не тестировал на совместительность. То есть, если distUpgrade приводит состояние системы в состояние, когда она полностью соответствует текущему репозиторию, а просто апгрейд не удаляет то, что внезапно надо удалить. Вот. Так вот, эта ситуация не очень хороша. Вот. Значит, и поэтому рекомендуется использовать distUpgrade. Ну вот. Какие-то новые версии каких-то программ, нафига мне они нужны, не знаю, я просто показываю, как это происходит. Построено дерево, сравнено дерево на текущей машине и дерево в репозитории, вычислено то множество пакетов, которые нужно доставить, и в том числе дополнительно. Часть обновить, часть доставить, и все это ставится. Вот. Вот они скачались, это он сейчас скачивает. Вот. А сейчас он их будет устанавливать. Последнее, что, наверное, стоит сказать, это тот факт, что для некоторых пакетов существует исключение. Например, нельзя, в Altinux, по крайней мере, нельзя обновить таким способом ядро. потому что обновление ядра это гораздо более хитрое, неприятное, с неприятными последствиями и рисковая штука. И в частности, было бы очень удобно иметь несколько разных версий ядер в операционной системе, чтобы если вы обновились на новое ядро, а там внезапно что-то поломалось в связи с вашей железякой, такое бывает довольно часто, выбросили поддержку вашей видеокарте, потому что она супердревняя или что-нибудь в этом. Или просто поломался драйвер, там какая-то несовместимость. То, ну, как очень часто, бывает несколько раз в год на хитрых архитектурах. У меня есть компьютер, который никогда такого не было. Есть компьютер, на котором бывает часто. Вот всякие интересные вещи, они не работают. Так вот, значит, несколько ядер операционной системы, чтобы в случае, если свежее ядро или экспериментальное, например, ядро, которое вы установили из соображений посмотреть, не зашло, можно было сразу загрузиться с другим. Мы помним, что групп из позапрошлой версии, мы помним, что групп отлично умеет работать с многими ядрами. Это противоречит идеологии обновления пакета. Пакет в операционной системе нужно обновлять. Ну, он всегда одной версии. Ну, так вот, пакет всегда одной версии, а ядра разных. К сожалению, все происходит слишком медленно, у нас кончилось время. Давайте подождем еще немножко минут, я просто покажу, как запускать программу Update Kernel и на этом закончим. Хорошо? Медленно как, зараза такая. Это большой файл. Это большой файл фарма Firmware Linux. Это огромный комплект всевозможного Firmware. Это, кстати, один из немногих несвободных пакетов. В состав пакетов Firmware Linux входят также свободно распространяемые компоненты, то есть компоненты, которые нельзя там модернизировать, у них лицензия несвободна, но их можно распространять вместе с вместе с дистрибутивами. Ух, у нас сейчас еще ядро будет перегенерироваться. Офигеть. Нету никакого эфира, остынь. Смотрите, обновился групп. Этот групп сейчас будет обновлять последовательность загрузки. Медленно так. Ну, давай, давай, рожай. Так. Знаете что? Мне кажется, что поскольку время наше вышло, про обновление ядра локальное... Я всегда держал локальное зеркало. Нет, в данном случае нет, кстати, Артем. В данном случае фишка в том, что у меня файл с виртуальной файлой локальное... Он уже все скачал, как видите. Он сейчас запускает... Это же не скачивание, это установка. Он все уже скачал. Он сейчас запускает обновление. Просто у меня, к сожалению, образ виртуальной машины находится на медленном диске, на винчестере ноутбука, а не на SSD-шечке. Вот если бы я его создал на SSD-шечке, это все бы работало на порядок быстрее, но я пожадничал. Хотя, наверное, был неправ. Давайте так. Поскольку у нас время уже вышло, про обновление ядра и вообще про вот такие подробности, видимо, придется рассказать в следующий раз. О! А может быть и успеем. Давайте все-таки потратим еще 5 минут, а семинар просто позже начнем. Ну, потому что иначе мы теряем важный момент. иначе мы пока оно ставится. О чем я хотел рассказать? Я хотел рассказать о том, что некоторые пакеты управляются не так, как другие. Для большинства пакетов у нас используется идеология, что пакет с новой версией замещает пакет со старой, а для ядер нет. Видите? Кнопочку All Duplicated. Да? Оно означает, что мы можем ставить пакеты вида Kernel вот с разными, так сказать, суффиксами. Одновременно несколько штук. Вот. И наш загрузчик как раз будет уметь с такими вещами работать. Вторая проблема, которая связана с обновлением вот, мы уже близко к концу. Вторая проблема, которая связана с обновлением пакетов с обновлением ядра состоит в том, что одно ядро обновить недостаточно. Помните разговор о том, что ядро это не все, что у нас работает в Kernel Space. Есть еще модули. И когда вы ставите пакет с ядром новым, вам по-хорошему надо еще поставить какое-то количество новых модулей внешних, которые не рядом с ядром собираются. Из тех, что у вас используются. Ставить их все довольно бессмысленно, потому что есть очень много внешних модулей таких очень специфических. Надо ставить только те, которые сейчас уже есть. Вот. О, пошел удалять. Этим-то и занимается скрипт, который называется Install Kernel, вернее Update Kernel. Мы его сейчас запустим и на этом мы закончим. Вот, как правильно говорит Артем, поэтому драйвера в радиокарте отваливаются после обновления ядра. Более того, несмотря на то, что в Altlinux этого не происходит, это не означает, что они там тоже не отваливаются. Например, проприетарные драйвера NVIDIA, процедура их установки в систему довольно такая специфическая. и когда авторы сами из NVIDIA, поскольку они сами их делают, их делают не комьюнити, когда сами авторы NVIDIA что-то там меняют, то эта процедура тоже может отваливаться. Хотя более-менее сейчас это автоматизировано. Вот у меня, например, на компьютере NVIDIA я уже год, наверное, не сталкивался с ситуацией, что вот прям вот нужно смотреть, что там случилось с драйвером после обновления. Вот. Ну, то есть, а всякие стандартные драйверы типа Intel, там вот этого всего, они продолжают работать, это никого не волнует, они проезжают вместе с ядром. Что, кстати, сейчас происходит? Апт поустанавливал пакеты, и где-то вот здесь вот, вот здесь вот, вот видите, вот сейчас, вот здесь вот. Ну, короче, вы видите, а, нет, я знаю, что надо сделать, надо знать Ctrl-S. Вот в этом месте, Ctrl-S, в этом месте установка была закончена, и он стал удалять старые версии. И вот он сейчас их удалит уже. Так, ну, давай запускаем Update Kernel, и на этом заканчиваем лекцию. Я не ожидал, что такое будет большое обновление по P9, видимо, там какие-то вещи потребовали обновления. 7D потребовал обновления. Это всего лишь, вот у нас месяц назад вышел дистрибутив Simple, и уже столько в стабильной платформе, не в роллинг-платформе, в стабильной платформе обновлений приехало. Интересно, интересно. Сейчас, кстати, давайте посмотрим, что сейчас происходит. Сейчас постскрипты должны, должны в полный рост работать. А, сейчас он вычисляет, вычисляет, делают, DeepMod это инструмент, который делает карту зависимости модулей ядра друг от друга, чтобы предоставление... Да, очень хороший совет. Никогда не обновляйте систему, не предназначен для этого устройствами. да. А все, собственно. Обратите внимание, что поскольку мы обновили, обновили group, у нас запускается пересборка последовательности загрузки. Он посмотрел на модули, он создал нужное нитрд, он записал этот нитрд, вот, и сейчас он его запишет, его пропишет. Вот сейчас мы еще таким же образом обновим ядро и на этом закончим. Что там происходит? А ничего уже. Он уже все сделал. Нет? А, вот видите man.db man.db означает, что у нас приехали некоторые утилиты, которые с manpage'ами и сейчас обновляется индекс manpage'а, чтобы работало пропо, работало, ну вот это вот все. Ну давай уже, давай. Man.db довольно долго работает, зараза. Все. Вот, ну и последний шаг, ради которого мы ждали всего этого безобразия. И это обновление ядра. Значит, обновление ядра, повторяю, вещь не необходимая, не факт, что она вам нужна. Бывает так, что у вас очень-очень свежая железка в вашем компьютере и она не очень хорошо поддерживается пока что ядром, и вам для этого нужно обновлять. Или вы хотите проэкспериментировать. Вот в данном случае мы обновляем. Обратите внимание, что при этом происходит. У нас есть ядро 1.5.4.28, остается ядро 1.5.4.32. Вот. Видите, вот этот скрипт UpdateCernal определил, что помимо самого ядра нужно еще обновлять вот столько модулей. Сейчас он скачает ядро, потом скачает все эти модули, я надеюсь, они небольшие, потом их установят и потом сформируют новую последовательность загрузки. После перезагрузки наша операционка должна загрузиться уже с новым ядром. Вот. Это полминуты все займет, поэтому терпите. Вот. Вот, значит, устанавливается новое ядро, просто разворачивается в каталог слэш-буд. Вот. Вместе со своим initrd, который... А, нет, initrd, извините, нужно сформировать в реал-тайме. И вот сейчас, по идее, должен запускаться как раз скрипт, который... А, нет, сейчас еще модули должны поставиться. Вот они. Ставятся модули. драйвера видеокарт разнообразных, ни одной из которых на данной машине нет. Я не знаю, зачем они ставятся. Драйвера сетевых карт, ни одной из которых на машине нет. Вот. И вот сейчас происходит пересборка этого самого initrd. Вот. Там куча разных утилит, которые проверяют, какие модули нужны, чтобы их положить на initrd. Вот весь список автоматически определенный. Вот. Какого версии ядро. Ну, короче, вот. Вот нам собран новый initrd для загрузки. Обновлена конфигурация групп. Как видите, групп теперь говорит, что у вас есть два разных ядра. Ну, на самом деле, ну, два. Все. Вот. Давайте теперь попробуем перезагрузиться, убедимся. Значит, сейчас у нас ядро 5.4.28. Убедимся, что вообще все работает. Вдруг оно вообще после этого обновления превратится в ту самую тыку, которую нам обещали. Сейчас посмотрим. Ну, думаю, что нет. Надеюсь. Вот. Вот пошла перезагрузка. Новое ядро. Это вы уже видели, сообщение об ошибке. Ничего оно страшного не означает. Ну, похоже, все хорошо. Сейчас еще увидим насчет нет ли проблем с видео. Вот в этом. Да, нет, проблем с видео тоже нет. Ну, вот, собственно, все. На этом можно, собственно, лекцию считать оконченным. Может быть, сейчас еще посмотрим, что ядро действительно новое, но я думаю, вы мне верите, что оно новое. Так. Все-таки очень медленный диск, на котором лежит виртуальное устройство. Жалко. Да. Такие дела. Все. Значит, извините, что вывел столько вашего времени. В действительности, на самом деле, полтора часа всего это заняло, но, тем не менее, это много. Я не вижу больше вопросов, кроме провокаций. Поэтому, значит, окей. Ну, собственно, на этом все. Я не знаю, когда у нас будет следующая лекция, потому что у нас то ли рабочее, есть рабочее время с 6 по 10, то ли нету. Этот вопрос еще выясняется. Следите за обновлениями. Вот. На чем до свидания. А семинар у нас через 10 минут. Ну, чтобы всем дать передохнуть. подогнал «Симон»!